Глава города Наталья Тихонова посетила социальный объект «Дом ветеран», построенный в 1991 году для постоянного проживания в нем престарелых одиноких граждан и супружеских пар. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения предназначаются для проживания граждан, которые в соответствии с законодательством отнесены к числу граждан, нуждающихся в специальной социальной защите с предоставлением и медицинских, и социально-бытовых услуг. Социальный жилой дом «Дом ветеран» входит в состав муниципального специализированного жилищного фонда социального назначения, находится в муниципальной собственности Азбестовского городского округа. Он содержит жилые помещения, оборудованные связью со специальным диспетчерским пунктом, имеет помещения для организации медицинского, культурного и иного социально-бытового обслуживания. Жильцы дома принимают активное участие в голосовании по изменениям в Конституцию. Так как не все жильцы по медицинским показаниям могут посетить участок голосования, расположенный в медицинском колледже, то по заявлениям члены участковой избирательной комиссии приходят к ним в квартиру. Бюллетени должны проголосовать. Пройдите там, проголосуйте. А куда? Ну вот где-то здесь, да. Поставьте галочку. Делайте свой выбор. Сворачиваем бюллетень. Вот куда? Открываем и опускаем. Пусть все здесь исполнится. И заявление еще, пожалуйста. Ручка, вам остается заявление еще. Мы жители дома ветераны, конечно, люди уже все-таки пожилого возраста все. И все пережили, и конституты уже не одно, и все. И вот в данный момент у наших жителей, ну все мы голосовали, даже мы раньше начали голосовать, 24-го числа. И сейчас идет голосование. Мы обратились в администрацию города Азбеста, чтобы нам помогли организовать голосование, чтобы наши жители, у нас есть жители лежачие, плохо ходячие. Нам администрация города откликнулась, и у нас голосование идет по квартирным. Но жители довольны этим, конечно, что нам никуда не ходить. Кто может, тот сходил. Кто не может, к нам пришли. Мы этим довольны. Надо голосовать, конечно, всем. Если ты россиянин, значит ты должен голосовать за Россию, за изменения в Конституции. Нам это надо. Те жильцы, которые могут самостоятельно передвигаться, а в Доме ветеран прописаны более 150 человек, идут голосовать в медицинский колледж. Процент проголосовавших на 29 июня примерно такой же, как по стране. Если смотреть по новостям в целом по России, мы идем где-то на этом уровне. На сегодняшний, на 12 часов проголосовало в общей сложности 26%. Это из списочного состава, который у нас на избирательном участке 2366 проголосовало 615. А вот в Доме ветеран, как они приходят к вам? Ну, эти люди у нас постоянно проявляют активность. Мы уже не первый год на этом участке работаем совместно с сотрудниками медицинского училища. Поэтому они проявляют активность и довольно активно участвуют. Члены комиссии экипированы согласно предъявляемых санитарно-защитных мер. Прибывшая в Дом ветеран глава города пообщалась с жильцами и рассказала, как идет ход голосования в Азбесте. В городе Азбесте, так же как и Свердловской области, полным ходом идет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации основной закон. Сегодня мы видим, что есть несколько способов выразить свою позицию. Конечно, мы говорим о безопасных условиях работы участковых комиссий и, самое главное, возможности принять голосующих на избирательных участках. Их в Азбесте открыто 28. Все условия безопасности созданы, и мы видим, что наши жители-азбестовцы достаточно активно в выражении своей позиции по поправкам. Немаловажным является и то, что у нас на территории города с 1991 года есть специализированный Дом ветеран, в котором есть 143 квартиры, где проживают престарелые одинокие люди. И очень удобная форма сегодня выражения своего мнения предусмотрена. Да, для нас это новая часть и форма голосования на дому. И мы видим, что сегодня старшее поколение оценивает этот подход как определенный положительный опыт. Я очень надеюсь, что именно такие условия позволяют более активно, более массово дать возможность людям выразить свою позицию. Особенно важна эта позиция в отношении старшего поколения. Затем Наталья Тихонова обратилась к Азбестовцам. Уважаемые жители города Азбеста, я обращаюсь к вам. Совсем остается немного времени, когда мы будем подводить итоги всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Есть время на то, чтобы выразить свою позицию. Я уверена в вас. Я уверена, что вы обязательно придете на избирательные участки. Либо есть возможность позвонить в избирательную комиссию и пригласить комиссию на дом. И как раз выразите свою позицию в части поддержки изменений в основной закон. Дорогие мои азбестовцы, всегда город Азбест отличался ответственным отношением к тому, что происходит у нас в стране. И я вижу, что и сегодня вы не находитесь в стороне. Поэтому все избирательные комиссии готовы. Безопасные условия созданы. Мы вас ждем на избирательных участках. Юрий Чиликин, Максим Фетисов. Новости АТВ.